Инвестиционный форум, объединяющий местных предпринимателей и промышленников, потенциальных инвесторов из других городов и всех лиц, заинтересованных в организации бизнеса в малом городе, впервые прошел в Зарайске 8 декабря в ДК имени Леонова. В течение дня работали площадки. В рамках форума прошла презентация инвестиционных возможностей Зарайска, круглый стол с участием опытных экспертов, представителей администрации, всех лиц, заинтересованных в организации бизнеса в малом городе. Я хотел бы сегодня немножко остановиться на том, каких результатов мы вместе с вами. В первую очередь это вы, потому что вы производите свою продукцию, вы занимаетесь той работой, которая дает определенные показатели для развития городского округа в Дарайске. И по оценке статистических данных за 9 месяцев, почему можно задать вопрос, почему не сейчас говорить, но прежде временно об этом говорить за целый год, потому что еще до конца не победили все это. По промышленному производству за период с января по сентябрь 2017 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполнение работы услуг собственными силами под промышленным видом, деятельности по крупным, средним, организациям составил 2 миллиарда 540 тысяч. О сельскому хозяйству. Агропромышленный город, комплекс городского округа Зарайск, а мы с вами знаем о том, что наша основная деятельность – это сельское хозяйство. У нас он представлено 9 предприятиями. Среди предприятий АПК 5 относятся к категории средних предприятий и 4 малых категорий. По уборочной кампании, которая произошла в 2017 году, зерновые, зернобобовые, в том числе азимы и пшеница, собрано 118 тысяч тонн валовый сбор. Это четвертая часть валового сбора во всей Московской области. То есть показатель, сами видите, какой. Если сравнить, какой был валовый сбор в 2016 году, это почти вдвое меньше было 66 тысяч 959 тонн. Повысили, как данные курии. Объем производства молока находится у нас на высоком уровне. Я чуть дальше еще остановлюсь на увеличении нашего двойного стада и так далее. Производство скота-птицы-ноубой за 9 месяцев в текущем году к предыдущему выполнено на 403%. Одним из приоритетных направлений в сфере сельского хозяйства является увеличение индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйстве категории рынка. На четкую дату индекс производства составляет сопоставимыми к предыдущему году выше на 66%. Индекс производства продукции растеневодства на четкую дату составил в 160,8%. В отличие от 2016 года всего было на 87%. По инвестиции, здесь я хотел бы сказать о том, что именно совместная работа власти, бизнеса позволила нам в этом году за 9 месяцев в основной капитал с вычетом бюджетных инвестиций в инвестиционное строительство жилья повысить до 238%, составляющие суммы 1,238,000. На сегодняшний день у нас создан в городском округе индустриальный парк «Северный». Пытались давным делать это, но в этом году мы занимаемся на сегодняшний день созданием еще одного индустриального парка, который будет у нас создан в 2018 году. В следующем году по реализации проектов предусматривается весной приступить к строительству животноводческого комплекса достаточно очень большого на 1200 голов дойного стада. Причем я сказал, ниже, потому что увеличение пойдет, будет строить это в области госпродукты. Вы знаете, на телевизорской смортике, где не так давно между собственником Петрушенко Виктором Анатольевичем и губернатором в Московской области, врачом Андреем Юрьевичем, был подписан данный договор. Плюс ко всему в этом году пытались приступить Агро-регион к строительству грибной фермы, но в связи с тем, что там геодически все изыскали и так далее, все это переходит в 2018 год, с инвестициями более 2 миллиардов рублей. По труду и заработной плате за период января по сентябрь 2017 года присловано 119 рабочих мест в городском округе. Заработная оплата за 9 месяцев составила 30 244 рубля. По сравнению с 2016 годом на 9 месяцев, там была зарплата 27 188 рублей. По потребительскому рынку, оборот родичный и торговец в сопоставимых ценах на период с января по сентябрь по крупным средним организациям превысил уровень соответствующего периода на 11% и составил 1,455 миллиона. По проводимой работе в сфере туризма городского округа «Зарайск» хочу предоставить слово завестителю директора Министерального бюджетного учреждения Центра развития туризма в инструкторе и инвестиции городского округа в Чилинцеву Александру. Туризм, по нашему мнению, является одним из приоритетных направлений для создания и развития бизнеса в Зарайске. Согласно со своими статологическими вопросами, это мнение поддерживает значительная часть населения городского округа. Действительно, в Зарайске огромный потенциал для развития как культурно-познавательного, так и рекреационного туризма. Богатое историческое наследие, необычный ландшафт, атмосфера провинциального города. Все это выделяя из Зарайск на фоне многих городов. Стоит отметить положительную динамику, количество туристических прибытий. Несмотря на не самый удачный летний сезон, по сравнению с прошлым годом мы наблюдаем рост 16% по количеству туристических прибытий. Но в то же время в городе до сих пор слабо растет туристическая инфраструктура. Мало коллективных средств смещения, слабая конкретно способность в сфере общественного питания. Достаточно благоприятная городская среда. Все это оказывает негативное влияние на развитие образца. В этом направлении есть небольшие достижения. У бизнеса, не у нас. В следующем году откроются три гостевых дома. Два ресторана, кафе-кондитерская и трактир. Многие предприниматели считают, что даже такое вновь создаваемое количество объектов в сфере гостеприимства окажет, создаст слишком сильную конкуренцию и работать будет невыгодно. Можно обратиться к ополе Суздале, где сейчас находится у нас более 60 ресторанов, более 100 гостей. И таким образом мы считаем, обоснованно считаем, что индустрия сервиса потянет с собой привлечение других туристов и привлечение большего капитала, экспорта, туристического капитала за райс, так как туристы будут оставаться, когда они любят сервис. По нашей работе мы основной акцент сейчас сделаем на взаимодействии с бизнесом и на развитии городской среды. Что касается самодействия с бизнесом, мы сейчас разрабатываем льготы по земельному народу на объекты с первой серии туризма и музейного дела. Особое внимание мы выделяем по формированию городской среды, потому что городская среда прямо влияет на развитие доловой химности. Основной фронт работ по развитию городской среды у нас это историческая часть города. В Зарайске сохранилась Екатерининская застройка, которая дополняется необычным ландшафтом. И задача благоустройства сохранить эти достоинства города. В рамках приоритетного проекта Московской области в следующем году у нас пройдут масштабные работы по благоустройству площади революции и жильц-красноармейства. Зарайск пошел в эту программу как один из приоритетных направлений Московской области по развитию городской инфраструктуры. Есть большая доля вероятности, что и в 2019 году Зарайск получит федеральную субсидию на формирование городской среды. И эти деньги планируется пустить на строительство набережной до реки Осетра. Таким образом, к 2020 году мы получим комплекс пешеходных зон, общественных пространств, которые будут служить как для жителей города, местом отдыха, так и создавать атмосферу и приятное времяпровождение для туристов. Одновременно с этим мы запустили есть первые достижения по этому проекту. Таким образом, в 2020-2021 году мы надеемся получить совершенно превоздищийся город, потенциально, который является, будет комфортным как для жителей города, так и для туристов. На форуме присутствовали специалисты в сферах монетизации идей. Квалифицированные бизнес-тренеры международного уровня провели серию мастер-классов по развитию бизнеса и реализации проектов. Параллельно с пленарными заседаниями и в их перерывах работали выставки бизнес-продуктов предприятий городского округа Зарайска. Вы сегодня принимаете участие в этом форуме. Что вас заставило сюда приятных? Наверное, возможности, которые, в принципе, может предоставить Зарайск, как любой развивающийся город. С большой историей, потому что я знаю, что у вас здесь развивается туризм. А наш сувенир как раз очень под эту тему. Вы сегодня на рынке малопредпринимательства, сувенирной продукции. Скажите, пользуются ли спросом на у вас на территории? И что вы ожидаете? Нет, вообще. Не только на нашей территории, она пользуется спросом вообще, потому что это сувенирная продукция, надо сказать, общего характера, которая можно сделать привязанную, скажем так, к этому району, к этому городу. Можно делать нейтральную, которая подойдет в любом месте, в любой местности. Ну и потому что это все-таки то, что родное и близкое. Это не Китай, который заполнил все магазины. Помимо основных площадок работали консультанты в сфере имущественных и юридических вопросов, а также специалисты по управлению инвестиционными проектами, которые оказывали всестороннюю информационную поддержку участникам форума. Кроме того, на площадках форума была организована работа представителей ведущих банков России, которые рассказали о существующих программах кредитования для различных категорий бизнеса. Валерий Маркович, Герман Беляев, студия Квант, Зарайское кабельное телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова